приветствую на канале digi app друзья недавно на нашем канале выходил ролик с обзором нового микрофона от fifine fifine a8 ampli game отличный микрофон если не смотрели его обзор обязательно посмотрите на канале в общем после этого ролика мне пришла в голову идея сделать ролик с сравнением разных usb микрофонов я собственно сделал ролик где сравнивал fifine новый ampli game со старым амплигеймом также попал в ролик обзор на сарамоник и сравнил со своим основным микрофоном это комплект микрофон от комплекта штайнберг qr227 потом мне показалось этот ролик какой-то куцый недостаточно сравнения я решил его переснять и сделать ролик со сравнением всех usb микрофонов которые у меня есть ну и также добавить свой конденсаторный микрофон от штайнберг и вот этот вот малыша старенького от sennheiser отличный динамический xlr микрофон надеюсь ролик будет интересным сравнивать эти микрофоны мы будем в трех кейсах первым кейсом будет тест микрофона как он есть в стандартной комплектации например случае с данным ampli game мы ставим его на стол на его родной треноги с его родным поп-фильтром и на каждый из микрофонов в таком кейсе мы проговорим нашу традиционную уже для канала скороговорку про белогейца и булочки вторым тестом мы сделаем более усредненный честный тест каждый из микрофонов будет установлен на одну и ту же стойку перед ним перед каждым микрофоном будет установлен студийный обычный поп-фильтр и на одинаковом расстоянии мы также проговорим скороговорку ну и третий тест будет вокальный поскольку петь я не умею в память о годах молодых попробую для вас что-то зачитать надеюсь будет интересно ну что ж приступим ну что ж друзья начинаем сравнение мы с микрофона fifine ampli game a 8 ну что ж начали билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекари в чане с чаем это микрофон fifine ampli game билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем а теперь мы пишем звук на микрофон оклик обзор на который также был на канале обязательно посмотрите если не смотрели микрофон за свою цену отличный учитывая что он не поставляется в комплекте с поп-фильтром с ветрозащитой с кронштейном со собственным пауком и так далее итак билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем но сейчас мы пишем звук на микрофон сарамоник srmw 2000 если не ошибаюсь тоже прикольный микрофон мне он очень понравился в основном из-за того как он собран обязательно посмотрите на него обзор если еще не посмотрели микрофон реально стоит внимание ну погнали билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем ну а теперь мы пишем звук на динамический микрофон fifa nk 651 ампли rocket очень интересный микрофон его обзор также есть на канале обязательно посмотрите если еще нет поскольку микрофон динамический говорить мы будем достаточно близко билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем ну а теперь друзья мы записываем звук на старичка санхайзер е 845 с это старый достаточно легендарный микрофон вокальный динамический ох сколько на него было записано билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекари в чане с чаем ну и последний микрофон штайнберг ст м01 мой основной конденсаторный микрофон на который я озвучиваю большинство роликов за кадровым голосом билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекари в чане с чаем ну что ж друзья на этом первый тест завершён сейчас каждый микрофон мы поставим на стойку погнали ну что ж друзья все микрофоны во втором тесте будут установлены на эту стойку перед каждым будет вот этот поп-фильтр и мы проговорим одну интересную мозговыносящую скороговорку погнали в недрах тундры выдры в гетрах тырят ведра ядра кедров выдрав с выдры в тундре гетры вытру выдра ядра кедра вытру гетрой выдре морду ядра ведра выдру в тундру в дебрях гордой кроны кедра бодро тибрит ядра выдра обдирая ядра с кедра выдра их трамбует ведра ведра ядер кедра в тундре продаются добрым неграм эти кадры в недрах тундры громко дрянькают на домре и ведру дробленых ядер кедра рады негры-барды. Подрывая дрыном корни, в дебрях кедров бродит бобр. Продрявив в выдре ведра, предрешивший град из ядер, ведра в дырах выдра тибрит, и трамбуя ядра кедра, разрывает грани ведер. Ядра дробью, корнем кедра. Выдра дура, хитрый бобр, пожирая ведра ядер, удобряет корни кедра. Ну что ж, друзья, а теперь попробуем что-нибудь зачитать. Хотя подождите, не хватает этой детали. Вот теперь полный порядок. Говорят, верно, первый шаг самый сложный, как слово точное, впечатление ложное, добиваться или просто стоять, наблюдая, как мир поедает тебя, как ни крути. Либо будешь идти, либо занесет, словно придорожный камень пылью. Мечты былью обращают лишь те, кто, несмотря на стены, планы обратил я вью. Хотя это явно, я права не знаю, есть ли смысл об этом что-то говорить. Но вот ответь, где все те действия, когда вокруг желаний столько в мире что-то изменить? Тонкая нить до края, то ли жизнь такая, вековой менталитет наверняка не знаю. Но если счет до десяти, нам покажут циферблат на протяжении девяти, не станем ничего менять. Уж повелось так, и мы привыкли жить без страха, пока не замаячат титры. И пусть не без ошибок путь, пусть будет так я сделать, собираясь. Ну что ж, друзья, надеюсь тесты были для вас интересными. Собственно, вы услышали разницу между динамическими микрофонами и конденсаторными, между USB и XLR микрофонами. Ну и можете сделать для себя какие-то выводы. Что касается использования для какой-либо звукозаписи а-ля домашняя студия и так далее, естественно, лучше выбирать XLR решение, в зависимости от того, что вы будете на него писать, динамический или конденсаторный микрофон. Я бы личное свое предпочтение отдал, конечно, конденсаторным микрофонам. Ну и даже вот такой вот старичок себя показал, на мой взгляд, очень достойно, даже более чем. Ну что ж, собственно, у меня на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Ставь лайк, если это так. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить новые интересные ролики и жмякни в колокольчик, чтобы точно не пропустить уведомления. Ну а на этом у меня все. До новых встреч!